После январских митингов у стен парламента, которые были вызваны передачей гражданина Грузии, Георгия Лукава, осужденного на 20 лет за преступления, совершенные в Абхазии, оппозиция страны заявила, что формируется новый блок политических сил. Сегодняшняя пресс-конференция стала первой для Союза политических и общественных организаций. Как рассказал его председатель Аслан Бжания, в Союз вошли политические партии Амцахара и Единая Абхазия, фонд АПРА, общественные организации Киараза и Абзанхара, Наш Дом – Абхазия, а также Союз ветеранов и молодежи Абзанхара. Целью Союза политических и общественных организаций является создание ситуации, при которой глава государства добровольно и досрочно сложит свои полномочия. Мы понимаем, что это требование, оно очень серьезное. Мы в полной мере отдаем себе отчет, с какими событиями это может быть сопряжено. Но так сложились обстоятельства, требования об отставке президента не носят, скажем так, не являются новыми. С такими требованиями последние два года неоднократно проводились массовые общественно-политические мероприятия под руководством блока оппозиционных сил. Далее Аслан Бжаня прокомментировал, почему основное требование созданного Союза – досрочная отставка главы государства. На протяжении уже четырех лет мы можем анализировать работу президента, его достижения, если таковы и есть, и провалы. Для того, чтобы дать объективную оценку деятельности, нам придется обратиться, как я уже говорил, к недавнему прошлому, к фактам, к цифрам, воспользоваться такими приемами исследования, как анализ и сравнительный метод, и на их основе прийти к выводам и прогнозам. В связи с этим я хотел бы обратиться к одному документу – послания президента Хаджимба Народному собранию парламенту в 2016 году. Что он тогда говорил, какие цели страна должна была достигнуть. Вот я цитирую этот документ. Мы оказались в очень непростой ситуации. Что привело к этому? Во-первых, это последствия неэффективности социально-экономической политики последних лет. Примитивная структура экономики. Не снизили уровень внешней финансовой зависимости. Не создали точек экономического роста. Не буду дальше цитировать главу нашего государства. Это вот основные приоритеты, которые были заявлены лидером страны в 2015 году. Хотелось бы спросить, а ответ для меня уже есть, что за это время сделано? Какая реформа у нас произошла государственного аппарата? Прошла ли у нас реформа правоохранительных органов? Имеем ли мы реформу налоговой системы? Имеем ли мы реформу таможенных органов? Если у нас реформа в образовании, в медицине, в здравоохранении, в чем у нас и когда кто-либо организовал и начинал проводить реформу? Конечно же, нигде ничего не произошло. По мнению депутата парламента Рауля Лолуа, при передаче Георгия Лука во грузинской стороне президент страны Рауль Хаджимба нарушил как Конституцию Абхазии, так и закон. То, что касается отставки президента, да, мы будем и в дальнейшем требовать отставки президента. Есть для этого сейчас путь, который будет проходить через Конституционный суд. Возможно, мы материалы дела отправим и в Верховный суд, по тому же Лукао, потому что мы считаем, что президент нарушил как Конституцию, так и закон. И у нас есть полное право требовать его по этому поводу отставки. Но есть суд, который обязательно примет свое решение. Люди к этому готовятся. Информация у наших граждан по этому поводу есть. Но еще раз повторюсь, не буду возвращаться, что у нас в скором времени должны родиться те идеи, которым мы должны выйти к нашему обществу и сказать, вот наши реформы, вот наше предложение, вот то, что выведет нашу Абхазию с кризиса, в котором мы находимся. По заключению комиссии у меня сложилось четкое мнение и по фактам, и вообще свое собственное, то, что Лукаво не был обменен на Ассетин, Лукаво не был обменен на Ажиба. Плюс то, что говорят, что президент имел право подписать, никто с этим не спорит, по Конституции он имел право. Но, во-первых, человек, который один раз уже был помилован, президент не мог помиловать его второй раз. Во-вторых, этот человек не отсидел две трети срока и автоматически не мог быть помилован. Плюс президент публично говорил, что решение парламента будет исполнять. Но через день после решения парламента, которое принято было единогласно, он нарушил уже пятый пункт. Он не отстранил главу администрации президента, тем самым он не прислушивается к парламенту вообще. Это я хочу пояснить к тому, что это имеется в виду и оппозиционных настроенных депутатов, и провластных так называемых депутатов. Потому что это решение было принято под действием полностью единогласно. Представители Союза политических и общественных организаций отметили, ряды Союза будут пополнены новыми партиями и движениями.